Всем привет! Меня зовут Павел, вы на канале Будни Автовышкаря. Погнали! Для тех, кто впервые на канале, я расскажу немножко о чем он. Меня зовут Павел, живу в Новгородской области, в городе Старая Руссо, такой здесь есть курортный город. И занимаюсь тем, веду блог о том, как можно попытаться заработать на аренде спецтехники, на ведении каких-то объектов своих с этой спецтехникой в небольшом маленьком городе. То есть кому-то будет полезно, кто-то для себя что-то новое подчеркнет, а кто-то просто посмотрит, как живут люди в маленьких городах. А кто со мной не первый раз, тот уже помнит, что прошлая моя серия была очень печальная. Она закончилась на том, что моя покупка в виде самосвала, она проехала 100 километров до базы, 100 с хвостиком и буквально 100 метров до ГАИ. И на этом все. Вот, ну, в этом видео вы посмотрите, что было, вы увидите, как я вышел из ситуации, чего мне это стоило и к чему это все пришло, чем это все закончилось. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите чаек, кофеек, хорошее настроение субботнее и приятного просмотра. Погнали! Тот же день, когда мы были на учете с самосвалом, ставили его на учет, мы переместились на площадку, где два маленьких бизнесмена, да? Да. Да, помогают зарабатывать папе бабки. Что мы делаем? Значит, ту мульчу, которую я собрал в прошлый раз в прицепчик, мы грузим в машину и везем ее в магазин. У меня уже есть договоренность о том, что я это сдам на реализацию по 100 рублей мешок. Ну, соответственно, почему продавец поставит это как бы его заработок и вот такие вот дела. Так что очень интересно, что из этого получится. Отпишитесь в комментариях, кто вообще что думает по этому поводу, стоит ли заморачиваться или за 2 рубля лучше дома посидеть, отдохнуть. Ну, я думаю, мешков 20 наберу. Или за 2 рубля лучше дома посидеть, отдохнуть. У меня глобальная задача такая, то есть найти объемного поставщика, покупателя, тот, кто будет покупать вот прям объемами. Вот, поэтому для начала я ставлю это все в мешках и когда кто-то спросит уже по объемам кто чего откуда, я уже буду, соответственно, понимать, что под кого-то конкретно набирать. Потому что очень много такой мульчи проходит, мне всегда платят за ее утилизацию, а подкатить прицеп или самосвал это никогда не сложно. То есть деньги из ничего. Почему нет? Ну, с чего-то начинаем. Подпишись и поставь лайк, тогда ты увидишь, хоть один мешок продался или нет. Парни, понедельник, понедельник, новый день, значит, 12 часов дня, к какому мы пришли решение мнения. Значит так, что у нас получается? Движку мы собрали. Собрали, осталось накинуть поддон. То есть потихонечку наша ситуация выправляется. Накидываем поддон, все собираем, все делаем, протягиваем, перетягиваем и запускаем. Останутся у нас подшипники бортовые вот эти. Ну, по крайней мере, экскаватор на ходу будет. Здесь у нас тоже уже сварено, сделано, пальцы выточены. Надо будет приварить площадку, тоже еще та история. Но, в конце концов, как-то она там над лепухой была приварена. Купил я электродов по этой тематике. В общем, должно работать. Нам самое главное, пустить дымок. Это как бы раз. Как бы два. Значит, сейчас, потому что уже все в таком, как это, мандраже. Мандраже уже для всех такая великая загадка. И уже мой друг Алексей из Питера тоже сказал свое мнение. Привет, Леша. Что могло быть здесь? Значит, из хороших вариантов. Из хороших вариантов все хорошо. Просто была не протянута голова. Поэтому вот там, вот у стенки выдавило прокладку. Плохой вариант. Самый плохой. Просела гильза. И гильза просела не под резинкой, а просела в блоке двигателя. То есть, это уже такая история более влажная. Но в любом случае, как бы мы это скоро все вот так вот. Не знаю, видно, не видно. Там хвостик торчит. В любом случае, мы об этом скоро узнаем. Поэтому мы решили даже не дожидаться, пока соберем экскаватор. А вот вскрыть и узнать, так сказать. Отрубить одним махом. Так что на следующем включении все будет. Ну, кое-как до ГАИ доползли, на учет поставили. Поэтому все путем. Видно свеженький набор прокладочек на помпе, под клапанной. Видно, что это разбирали. Со слов старого хозяина, надолго очень стояла машина, бралась под проект. У него действительно есть еще один газон. И на действительно на этой там полный кузов листьев был. Ну, посмотрим, посмотрим, все гадать. Сейчас все узнаем, фортанула, не фортанула, будет он в этом сезоне работать. Или будем зарабатывать на его ремонт. Потому что движка сейчас, особенно вот эти, в ремонте очень дорогие. Очень редко, но очень дорого. Итак, ответственный момент. Сейчас будем пробовать запускать. Давай, малыш. Оп, оп, оп. Давай, давай. О, все. Ну, хоть какие-то хорошие... Хорошие новости за этот день. Напоминаю, это все тот же день, когда я пришел грустный и увидел, что горящится еще разбираться на свал. Я закуплю, наверное. Ну, ладно, хотя бы этот ругарик. Ожил. Сейчас проверим тещи, без чего. И, в принципе, будет нормально. Категорически всех приветствую. Всем доброе утро. Значит, к чему новый день, к чему мы пришли? Так, ну, во-первых, мы пришли к тому, что у нас учит измельчители работать. Одна из двух единиц, которая у нас на ходу. Значит, что мы выяснили вчера по экскаватору, что все тип-топ в плане капиталки. И пошло у нас, погнало солярку в ТНВД. Из ТНВД, где соединение штуцеров, вот, пошло оттуда, погнало солярку. Значит, что делаем? Значит, сейчас закатываем самосвал. Выкатываем автовышку. И через какой-то короткий промежуток времени мы узнаем, что у нас произошло. Да, пёс? Какой у нас ремонт? И что нам с этим всем делать? Будет понятно. Ну, конечно, настраиваешься на лучшее. Но, тем не менее, готовишься и к худшему, что, скорее всего, это просадка самой гильзы. А может, голова кривая? То есть, много чего может, может, может произойти. Скоро, я думаю, через часа 3-4 мы всё узнаем. Вот так это сейчас выглядит. Вот такой чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Видим, что такого жёсткого провала нету в последней гильзы. Это, конечно, не космический корабль. Есть какие-то тут погрешности определённые. Но вот прям такого криминала мы не видим. Поэтому идём от простого к сложному. Сейчас голову везём на шлифовку. Потому что очень много вопросов по сборке этой головы. Кто лазил сюда? Такое ощущение, что это крутили не динамометрическим ключом, а просто там два человека взяли трубу и там притянули это всё. И я думаю, совсем не факт, что они вообще по карте затягивали. Поэтому в любом случае берём новые болты. В любом случае висём голову. В любом случае новую прокладку. Ну а дальше уже всё, так сказать, будет ясно. Фортануло, не фортануло. Потому что если не фортануло, то будет уже посерьёзнее затея. На гильзах вроде остатки какого-то хона есть. Поэтому, я думаю, лезть мы сюда не будем. Задача этого самослава, в принципе, начать ездить. Потому что на него уже есть работа завтра. И такая хорошая работа. А максимум, что он сделал, это он доехал кое-как-то ГАИ и заполз сюда. Ну ладно, это всё детали. Хотя бы уже вот так. Всё, ничем, бошку везём. Так, значит, на текущий момент что мы видим? Уже два слоя подложек положили. Ну, так мы регулируем плоскость. Вот, и поначалу брала то посередину. Сейчас начало вроде брать по краям. То есть, получается, у головы, у этой посередине что-то типа горба. Вот, поэтому сейчас всё выравниваем, выбираем. Вот, если присмотреться, ровно посередине, вот она, лёд. То есть, это мы выравниваем плоскость. Значит, то ли перегрето было, то ли не затянуто. А может, не затянуто и перегрето. Этого мы уже не узнаем. Ну, вот так. Блять. Так, забрали мы, значит, голову с ремонта. Какие у нас результаты? Голова была вот таким вот выпуклостью. И получилось, сняли мы 1,7 по центру. 1,7 я не оговорился. И по 0,7 мы сняли по сторонам. Вот такие вот дела. Соответственно, сейчас мы это всё запихиваем, ставим. Целая история была с болтами. Собирал по всему городу. Потому что, на удивление, ни у кого их нету. Хотя, вроде как, расходный материал. Были вот такие чёрные. И у всех теперь вот такие, только вот такие. Ладно. Возьмите, пожалуйста. Сейчас мы ставим. И пробуем запускать. Прощения просим за задний фон. Но не всегда заказчик хочет, чтобы снимали. Это тот самый день, когда мы загнали самосвал. Ровно через час. Сейчас вот стоит машина заказчика. Вот наша дробилочка. Вот, значит, заказчик хочет расчистить себе участочек. Вот такой же пердомонокль. Это примерно выглядит так же. Вот. Но там у него река за. Он рубится за реку. За подход к реке. То есть, ну, что. Хочет человек в кайфуху хороший, красивый участок. Вообще, хочу сказать, что я это знал и понимал. Многие сейчас люди тоже к этому пришли, что они хотят вот такого, знаете, уединенности какой-то. Ну, что-то типа там хуторской вариант жизни. Вот так вот жить отдельно, да, чтобы никого не видеть, никого не слышать. Вот ни парковки, ни машины, ничего. Вот жить себе и жить, да. Надо там, тебе выехал в магазин, там чего-то посмотрел, сделал как бы и все. Поэтому сейчас вот та сфера деятельности, куда я вкладываюсь и деньгами, и силами, и временем, и вообще-то как бы целая жизнь для меня. Эта сфера деятельности становится все актуальнее. И искусственный интеллект это еще пока не заменит. Ни робот, ни интеллект, да, есть технологии, да, машины какие-то уже. Но это все очень-очень дорого и очень-очень далеко. Far, far away. Ладно, едем смотреть, что там с самославом. Я думаю, Юра уже скоро даст диагноз. Так, значит, что за один день сделали, перебрали. Вот он запуск. Сейчас будем пробовать. Напоминаю, это все тот же день, когда я пробился. И все остальное было. А, мы не подкачали. Может подкачать надо? Так, приотпустили форсунки, подача на форсунки. Воздух вышел и сразу же начался. Пшик-пшик. Как что-то вспомнилось сразу, когда в ГАИ поехали. Алик, где машина? Что-то надо делать. Тук-тук-тук-тук-тук. Приезжай. Она действительно тук-тук-тук-тук делает. И сейчас машина какие-то звуки тоже делает. Да-да-да. Ладно, сейчас, надеемся, все будет. Сейчас Настя там пальцы держит крестиком. Давай, Юр! Пора будет. Ну, ни хрена себе. Как ни в чем не бывало, да? Обычно, значит, там один горшок и два. Покладывай, да? Здесь раз, а все, и все. Ура! Ура! Ну что, поставьте лайкосик. Поставьте лайкосик нам. Поставьте лайкосик, ну, наверное, Юрий в первую очередь, кто там сигареты нервно курит. Как бы, на мое дело организационное. Но вот она, воля к победе. За один день быстренько. Так, 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 все. И завтра как раз у нас на этом самосвальчике сработает. Поэтому, так, девиз, будни автовышкаря всегда в деле, всегда в деле. Ну, все, больной починем. Я говорю, я понимаю, надолго это или нет, потому что такая поломка была очень интересная. Ну, будем надеяться, что надолго, что ее не бахнет через 100 километров. Ну, а если бахнет, да, об этом начинается. Вот, так, так, палец вверху. Крутип. Вверху. Ничего себе тут заказчик сзади навел красоты. Ну, максимально, хочу сказать, он максимально использовал нашу дробилочку. Ну, круто, очень круто. Там у него река. Вот, поэтому деревицы мы, я думаю, ему поможем расчистить. И все у него будет хорошо. Просто я это понимаю, сколько, вот, чтобы такое количество мульчи сделать, сколько должно было быть кустов. Тем более, они так достаточно редко рассажены. Тут ребята, да, отжались нормально. Ну, сделали хорошо. Ладно, тем временем ребята там голову уже кидают. Сейчас, может, что-то мы и узнаем. Следующий день, доброе утро. Следующий день после того, как мы дружно побеждали наш самосвал. Мы его победили. А почему мы торопились? Почему мы нажимались? Потому что я знал, что на него сегодня будет работа. На него работа, на вышку работа, на измельчитель работа. То есть я теперь людям даю сразу пакет, сразу комплекс. И, соответственно, что мы делаем? Так, вышка наша готова. Измельчитель готов. Сейчас выезжает самосвал. И, кстати, господа, хочу похвастаться ребрендингом. У меня было строитрансрешение. Теперь мы вот кто. Мы кабаны благоустройства. Ну, конечно, есть мои друзья и знакомые шуточный отсыл КБ, который сидит с развлечений. Я это знал, когда придумал этот логотип. Но я просто, опять же, знал, что так будет намного легче запомнить. Вот. А почему кабаны? И причем благоустройство? Ну, благоустройство все понятно. А почему кабаны? Потому что мы реально кабаняры. Вот в своей локации, пока даже в своей локации, мы кабаны. Мы прям кабаняры. Лучше нас никого здесь нет. Мы самые крутые ребята. Вот. Поэтому и кабаны. Все. Короче, выдвигаемся. Дальше уже с места сниму. А это такая небольшая видеовставочка с участка. Сейчас ребят оставил. Сейчас ребят оставил перед деревьем. И мы сейчас перемещаемся на пилораму. Я из вот этого вяза хочу сделать доски. Сегодня крайний морозный день такой, когда можно заехать. Поэтому вот сегодня все выскочили. Сегодня все напрягаемся, потому что потом будет распутиться. И ничего не получится. А так быстренько. Раз, раз. И поехали. Я вот себе для интереса напилил дуговых досок. Видели, наверное, вы у меня на участке. И ничего, знаете. Выставил объявление на авито. Там слэва туда-сюда. Поделки. Приезжают люди, покупают. Почему нет? Раз уж мне все равно это все досталось бесплатно. Точнее, мне даже заплатили за этот вывоз. Почему бы мне не использовать? Ну, потрачу я на манипулятор там 3000 рублей. Ну, потрачу я там на распилить каких-то невеликих денег. Ну, и пускай эти доски будут. Для себя, в конце концов. Здесь мне еще забор ставить в своем хозяйстве. Так что как-то так. Вот тоже человек. Ну, скажем так, сосед мой, условно. Вот у него пилораму. Выживает как может. Ну, а что? И работники, соответственно, то заболели, то прибухнули, то еще чего-то. И вон он на старости лет корячится. Вот эти все бревна закатывают. Ну, а что делать? Старается, старается. Это для тех, кто думает, что вот уехал в деревню, вот вся там овцы и все дела. Как бы, а вот не так. Это все просто. Это единичный случай. А кто-то просто бухает, и ничего ему в жизни не надо. Так что у всех по-разному. Ладно. Ну, а мы разгружаемся. Сяду, немножко дух переведу. Значит, что мы имеем? Флышка допиливает первое дерево. Ну, маленькое оно уже сделало. Первое оно самое сложное, самое высокое, самое ответственное. Эти, скажем так, чуть-чуть попроще, хотя тоже провода. Вот они идут. Вот заказчика провод идет к дому. Ну, и у нас получается следующая история. Измульчитель, самосвал. И мульчо забираем себе. Все, как мы любим. Вот прям, вот вообще, как мы любим. Такое безотходное производство. Ну, и заказчик, конечно, он, когда сумму чека услышал, он очень удивился, за что столько много. Долго думал, но поскольку мы кабанеры, и здесь выбирать не искал, вот, мы с ним по деньгам договорились. И все. А когда он увидел всю эту картину, да, вот как работают ребята, сколько техники задействовано, да, то есть, и что он получает в результате, вопросы у него все отпали. Вот, все, занимаемся. Ну, и наступает финалочка. Финалочка именно этого дерева. Дело в том, что оно из всех самое большое, и это самая макуха такая у нее. Все деревья, они как бы рядом, близко все, а здесь вот Алик на максималочку вытянулся, делая запил. Там просто не... Вот, запил, пошел. Эти, камера просто не передает, какая, ну, диаметр, к сожалению. Вот, так вот тут надо пилить, не останавливать, и там идет, идет, и идет. Вот, так. Сейчас что-то будем делать. Сейчас я камеру-ка уберу, лучше присмотрю. Вот что значит опыт. Я Алику, ну, я понимаю, что такое может случиться, дал ему с собой зеленую веревку. Сейчас просто тяну, не очень удобно было. Соответственно, запил сюда, макушка была так, ее чуть-чуть перекрутило, но она осталась на месте. И мы веревку просто дергнем, большой рывок, и макушка пошла куда надо. И все нормально, все довольно, все хорошо. Поэтому, господа, не так это просто, как кажется, на первый взгляд, взял пилу, павышку и погнал. Ты должен быть готов к любым ситуациям, вообще к любым, штатам, не штатам, потому что там имущество, там человек, и надо как бы это понимать. Ну и вот нам, занимаемся дальше. Не зря говорят, последний бой, не самый, зараза, никак его машину не поставить, чтобы вот до той дотянуться, далеко, она над проводами, вот они здесь идут. Ну, вам не видно, вот где пальцы. Вот, но этот провод, ну никак, и так, и так, и так, и сядь. Пришлось вот сюда щениться, между стволом и домом. Ну, кое-как попали, и ребята сейчас, как раз, вот эту ветку сделают сразу же. И дыма пусть спокойно подвесим. Так что, не так все просто, и хорошо, в грязь погоды повезло. Вот, Настя у нас тоже занимается. Повезло с погодой, что почва такая, можно еще покататься. Все-таки есть плюсы, когда ты занимаешься той работой, которая тебе нравится. На какой ты еще работе сможешь вот так вот сидеть и напевать. Смывая, высшие линии, невидая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Молодцы! Вы вытерпели эти стонания. Вы самые лучшие подписчики. От меня вам лайков. Ну что, на сегодня мы закончили. Значит, все деревья разобрали, ничего не разломали. Ну, это и не особо новость. Вот. Сейчас, поскольку у меня родители живут рядом, нам завтра надо на этом же самосвале отвезти драла. Ну, порубочные остатки вот у меня в кузове. Там, не знаю, видно вам, не видно. Отвести мульчу вот и отвести дрова. То есть, мульчу эту я заберу себе, а дрова ну, заказчик попросил отвезти рядышком. Ну, там ему расколят, все сделают. Вот. Так что, вот самосвальчик, вот, жаль, ребятам не понять. Вот то, что я там ругаю их, тороплю там, требую. Ну, быстрее, быстрее. Это не я такой торопышкин. Это так надо делать. Это вот так событие. Если бы вчера не поторопил бы их, сегодня работа это была бы совсем другая. Вот и все. Работа была бы, но был самосваль уже другой. Ну, не мой, скорее всего. Вот и все. И минус деньги. Поэтому, ну, вот так вот. Такая работа. Вообще, я, к сожалению, быстро не поехать, потому что, эти обилки разлетаться начинают. А так, очень интересное ощущение. Вот вроде как на автовышке, ну, понятно, что все это же самое, но подбирает, конечно, весьма неплохо. Ну, потому что, по сути, автовышка, это груженый газон полностью. Автовышка 880, прям как вот эта машина, максимально снаряженная масса. Поэтому, пустая, ну, что мне там, лучи, пускай, не знаю, 600 килограмм максимум. Прикольное ощущение, легенький, управляемый, классно, очень классно. впервые за рулем. Температура работает, все работает, да все работает. Итак, делюсь просто впечатлением. Вот, и погодка сразу испортилась. Какой ясный денечек был. Все, ладно, подъезжаем. А мне лайкосик за волю к победе, за силу к победе. Такой предприниматель быть должен. Конечно, я, может, не самый идеальный пример, но, да, стараться надо. У тебя никто не сделает. Все могут помочь твои ребята, моя команда, но основное все только на тебе. Ладно, едем. Под дружный собачий лай мы начинаем второй день. Он же крайний по вот этому объекту. высказь нам сегодня не нужна. Наша задача сегодня на самосвальщике вывести дровишки и, в принципе, сделка закрыта. Вот и все, вот и все дела. Поэтому закидываем, загружаем, я думаю, часика там два-три и выезжаем. Такие вот дела. Поставь лайкосик, это уже вторая работа у нас на самосвале. Первая была мульча, вторая сейчас дрова. Правильно говорят, не зарекайся там ни от тюрьмы, ни от сумы. Если бы мне кто-нибудь лет пять назад сказал, что я буду какие-то там дрова лазить по Старой Руси, там по деревням, я бы, наверное, пальцем у виска покрутил и отправил бы человека туда, откуда он пришел. Но так вот складывается, что вожу, да, но не бесплатно. Да, Анастасия? Да? О, какая она красотка на штиле. Вот. Так что, ладно, грузим, везем. Это уже вторая работа у сумасвала. Вот у нас плавная деревенская романтика. А как все начиналось хорошо в канале? Питер, движение, там пробки. А здесь он катишь где-то по деревне, да, катишь. Далее, кстати, вот эта дорога, ну, что говорить, я хочу сказать, что, что дороги у нас делаются потихонечку, да, ее не было лет, наверное, двадцать, тут раз отсыпали все. Очень удобно. Ладно, везем на разгрузку, чтобы одно и то же не снимать. В общем, самосвала у заказчика получится, наверное, два с половиной вот такого вот добра. Поэтому часть работы он, конечно, уже отбил. Вот. Сейчас проведем, разгрузим, проведем, разгрузим, опять же на своем самосвале. Иначе была бы вот такая очень ощутимая потеря по деньгам. Ну, ладно, за это мы и боролись. Немножко не разобрался я с запорными устройствами и, короче, у меня минус-борд. Вот там вот почему-то открылось и это, и эта часть. Наверное, что-то с этим механизмом я сделал не так. Хотя он бы закрыт, а может его расщелкнуло. Не понимаю пока, но факт остается фактом, откапывал свой же борт. Заканчиваем работу на этом объекте. Вот стоит довольная Настя. она все измельчила. Это уже средняя подка самосвала. Сейчас самое толстое дотыливаем. Если надо, подкалываем, докалываем, погружаемся и едем. Ну и вообще, как бы, да, ну понимаете, самосвал двое суток и так вот не стоял. Ну, не двое суток, две рабочие смены. Вот. Соответственно, даже если брать по тысяче рублей, это уже шестнадцать, плюс ему приехать, уехать сюда, в деревню, ну, на круг двадцаточка бы замаялась, я бы ее просто так отдал. Соответственно, мне это встанет, ну, не знаю, даже в десять литров солярки не встанет, поэтому вот так и получается, что десять литров солярки это пятьсот рублей, а так бы потерял бы десяточку, двадцаточку в круг. Вот. Экономия начинает быть экономной. Так что, в принципе, по этому участку можно все сказать. Отпишитесь в комментариях, как вы считаете, все-таки стоило заморачиваться, закапывать свои 600 или проще нанять и не мучиться ни с ремонтами, ни с моторами, ни с какими делами. Все. До новых объектов. Я думал, где мне найти водителя на самосвала? Вот у нас водитель самосвала, да, Настенька? Пойдешь? Все, водителем. Но я платить буду мало. Но тебе все равно будет интересно кататься и все, да? Есть же это Татьяна Кабазистка, а у нас Настя Самосвалистка. Ну, тише, тише, не гравайки, слушай. Всем доброе утро. Торжественный день. Вы уже слышите сзади торактение нашего нашего флагмана, скажем так. Все. Собирается, едет на работу. После долгого перерыва, ну, скажем так, больше даже не по времени, а по объему работ. Пальцы, резинки всякие, сареньки, капиталка мотора, да много чего было сделано, то есть так, прокачиваем сезон, основное все убрано, мы его так еще перекрестим, 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 и пусть он едет. А тем временем, Олег выкатывает измельчитель, и его сейчас тоже мы отвезем, отвезем, поработаем. Так что, вот такой вот денек начинается, сезон начинается, так что уж поставь лайкосик, поддержи простых ребят, которые стараются в наше непростое время, хоть как-то, хоть как-то, вы поняли. Я уже не снимаю эту дробилку там по сто раз на каждом заказе, что там год, сегодня дробилка, вчера дробилка. Давайте исходить из того, что измельчитель в принципе каждый день, но не каждый день, но через день снабильник. Поэтому что-то интересное будет с ним, а так в принципе вот он и есть в процессе. Удачная покупка, очень удачная. Финалочка сегодня по измельчителю, раз уж три заказа. Вот это куча. Вообще интересно, да? Что за народ такой? Новые стоят в машине, новая площадка, новые контейнеры, все новое. Что мы туда бросаем? Шины, лобовые стекла, еще всего туда. Вот такая серия получилась. Значит, как видите, все закончилось хорошо. Забегая немножко наперед, потому что видео монтируется, ну, примерно с недели, с двухнедельной задержкой относительно событий, которые происходят. Мы выполнили еще один объект, опять же, с участием Самослава. Хочу сказать, что вот последние вот эти две недели он работал пять дней в неделю. Пять дней в неделю, потому что по выходным мы отдыхаем. Либо там какие-то работы, ну, не связанные вообще как бы с техникой. Вот. Поэтому вот так вот получилось. Отпишитесь в комментариях, что думаете по этому поводу. То есть, да, стоила покупка это, или все-таки надо было сидеть дальше на арендной технике. И напишитесь, поделитесь своими впечатлениями. Вот. Ну, а в следующей серии у меня уже материал есть. У меня новый вид работ. Такого мы еще не делали. Это, как бы, опять же, сопутка. Это вытекающая из расчистки участков. Вот. Значит, новое направление небольшое. Техника моя не совсем под это заточена, но работу выполнять можно. вы увидите, какой мы взяли интересный объект, сколько мы на нем проработали, что мы делали, что из этого получилось. Так что, обязательно подпишись на канал, а то ты все пропустишь. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok